Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Детское время» и мы ее ведущие Елена Павленко и Рюмин Иван. Всем привет! Сегодня у нас юбилейный, десятый выпуск программы, и мы решили посвятить ее... Вроде же все праздники прошли. Да? А каникулы для тебя не праздник? А, точно, у нас же каникулы. Летние, длинные, веселые. Но поскольку каникулы веселые, давай сделаем этот выпуск «Детского времени» музыкальным. Создадим всем зрителям хорошее настроение перед летним отдыхом. Давай. Тем более в Центре развития творчества детей и юношества хорошо в этом году поработали все коллективы. Есть что показать. Вот недавно к празднику 1 мая мы все вместе спели песню «Широка страна моя родная». Это же очень старая песня. Да, старая. Но давай посмотрим клип, а потом послушаем комментарий к нему, почему была выбрана именно эта песня. «Широка страна моя родная» Широка страна моя родная «Много в ней лесов, полей и рек» Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Широка страна моя родная «Много в ней лесов, полей и рек» Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Всю жизнь привольно и широко, точно волка полная течет. Молодым везде у нас дорога, царикам везде у нас почет. Широка страна моя родная «Много в ней лесов, полей и рек» Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но сурово в брови мы наступим, если брак захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем как ласковую мать. Широка страна моя родная «Много в ней лесов, полей и рек» Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Мы много лет работаем над репертуаром, который исполняют дети. Мы любую песню всегда смотрим, может ли петь ее ребенок. Потому что современная эстрада, к сожалению, это бич нашей страны. А вот песни, которые пели мы в детстве, они жизненные, они со смыслом. Они учат детей понимать прекрасное. Они учат детей любить родину. Они учат общению. Они учат вообще смыслу жизни. В прошлом году мы провели эксперимент первый. И мы к 9 мая делали видеоролик на песню «Летите, голуби, летите». И в течение всего этого года, после того, как мы сняли, я видела, что в центре очень многие дети напевают эту песню. Поэтому и родилась идея к 1 мая сделать песню о дружбе, о прелести и красоте нашей Родины. И, конечно же, в первую очередь вспомнилась песня «Широка страна моя родная». И вы знаете, даже глядя на своих внуков, я слышу, как дома они напевают эту песню. И меня это радует, очень радует. Потому что я люблю, когда дети поют правильные песни. Если это можно так сказать, песни, которые воспитывают. Красиво получилось. Давай погрусти в несколько минут и продолжим. Наш корреспондент Наталья Левдер приняла участие в съемках клипа «Ожившие фотографии». Тем более, в мае отмечался День Победы. И очень важно было вспомнить тех, кто погиб, защищая Родину в далеких сороковых. Давай посмотрим этот клип. Хочу только добавить, что в нем снимались ребята из подросткового клуба «Юность». Бабушка, а кто это? Расскажи, это ты и свои друзья? Да. Ух ты! Такое старое фото. Вот в серединке я. Смотри. Ты такая красивая. Вот рядом мой лучший друг Алексей. Мы вместе учились в школе. Он был самым сильным мальчиком в нашем классе. А рядом кто? Это его невеста? А это Леночка, соседка моя. Любил Алешку сильно-сильно, как и он ее. А этот мальчик такой плечистый. Боксер? Нет, каратист. Саша был футболистом. Он учился плохо, зато как хорошо играл. Никому за ним не угнаться было. Эти девочки, наверное, сестры, не разлей вода, как мы. Верно. Катя и Соня – сестрички. С пеленок были дружны. Все делали вместе. Я даже немножечко им завидовала. А где они сейчас? Леша с Леночкой поженились, счастливо живут, детей растили вместе, а сейчас и внуков. Катя с Соней окончили медицинский университет. Хорошие врачи. В одну больницу устроились. Сашка, конечно, ушел в спорт. Многого добился, как и мечтал. Бабушка, а кто на этой фотографии? А это Катюша. Это Даня, Вика и Захар. Вот это круто! Позови их всех в гости. Хорошо. А ты беги за стол. Родители зовут. Все могло быть так, если б не пришла война. В тот год мы только окончили школу. Красивый был выпускной. А потом объявление войны. Сначала погибла Лена. Для Леши это был удар. Сестры ушли друг за другом. Теперь похоронены рядом. Саша не перенес ранения. Погиб в лазарете. Один лишь Леша сражался из последних сил. Мстить хотел за любимую и за друзей. Не дожил совсем чуть-чуть. Погиб в сорок четвертом. Осталась только я. И я живу за всех. За моих ребяток. А это Донбасс. Во время минометного обстрела окраин Горловки с территории Дзержинска подконтрольного ВСУ один из снарядов попал в дом. Под руинами дома погибла Катя. Ей было 11 лет. Захар получил контузию и ожог роговицы. Осколок попал в спину. После трагедии он несколько дней не мог открыть глаза и еще долго кричал во сне. Вика была доброй, веселой и любила животных. В тот день дедушка с внучкой решили между обстрелами сходить в ближайший магазин. Дома закончились продукты. Налет начался неожиданно. Это была зажигательная бомба. Вика сгорела. Во время артобстрела города в дом, где жила семья Булаевых, попало несколько снарядов. В детской погибли Данил и София. День Победы День Победы мы отметили очень торжественно. Наши друзья-юнормейцы принимали участие в митингах, вахтах памяти, акциях Георгиевская ленточка. Стояли в почетном карауле у Вечного Огня. Знаешь, сейчас так и просится в эфир песня о мире. А у нас, кстати, есть такая. Недавно мы записали песню «Аист на крыше». Она тоже старая, но оказалась такая красивая и с очень глубоким смыслом. Где это было? А когда это было? В детстве, а может во сне. Аист на крыше гнездо, за любимость вил по весне. Чудился мне он в странстве, дали символов верной любви. Люди, прошу, не спугнитесь, случайно аистовы. Люди, прошу вас, потише, потише, вольный путь гейнут во мгле. Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле. Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле. Айс на крыше, гнездоса и стенка Ночью и днем бережет Ну а в том доме под крышей Девчонка счастья так ждет Люди в Нью-Йорке, в Гермине, в Париже Верки друг другу и мне Айс на крыше, счастье под крышей Мир на земле Люди, прошу вас, потише, потише Войны пусть гинут во мгле Айс на крыше, айс на крыше Мир на земле Айс на крыше, айс на крыше Мир на земле Люди, прошу вас, потише, потише Войны пусть гинут во мгле Айс на крыше, айс на крыше Мир на земле Айс на крыше, айс на крыше Мир на земле Ну что ж, здорово, а мы продолжаем и поговорим о спортивных достижениях наших ребят Многочисленные грамоты и медали они привозят с различных соревнований На одном из таких турниров побывала наш корреспондент Елена Горшкова Зуки, поднимающийся удар Кайшо, открытая ладонь Уже догадались? Мы находимся на городских соревнованиях по карате Это наш традиционный турнир В котором участвуют только спортсмены нашего города Это открытый городской турнир Но ввиду того, что в нашем городе достаточно большое количество спортсменов занимается Мы не делаем больших соревнований на несколько дней А проводим в один день только среди своих спортсменов Талантливые воспитанники тренера-преподавателя Николая Ушанева Занимают призовые места не только в городе, но по всей России Приехали всероссийские соревнования из Петербурга С Кубка Петра Великого Наши спортсмены показали хорошие результаты Поэтому сейчас отдыхаем Готовимся к областным соревнованиям, которые пройдут в городе шахты Ребята, которые занимаются карате Действительно проходят путь обучения и становления настоящего борца Который не просто владеет приемами Но и понимает, что значит быть настоящим воином У меня был выбор между танцами и карате Я решила карате заниматься, мне понравился этот вид спорта И вот я уже как 6 лет занимаюсь в этом спорте Я поняла, что карате это дисциплина, сила воли, стремление к своей цели Теперь карате для меня стало моим вторым домом Занимаюсь я уже 4 года, сейчас пошел пятый Ну, в карате очень добрые ребята, очень хорошее занятие, очень хороший вид спорта Ты занимаешься и тебе это нравится Всякие ногами махаешь, руками, ездишь на соревнованиях Спортсмены, которые занимаются карате более 5 лет, уже принимают участие в судействе Я участвую в судействе уже где-то года 2 У меня, ну, пока получается плохо, но со временем, думаю, у меня будет получаться намного лучше Я в первый раз, так я была секундантом, помогала маленьким Сейчас мне нравится судить, смотреть за боями, оценивать Каждый спортсмен, который приехал на соревнования, знает цену терпению и умению преодолевать страх Постигая технику и секреты древнего боевого искусства Этот вид спорта развивает ловкость, смекалку, а также воспитывает и закаляет характер Это учит детей заступаться за себя, как бы развиваться Мы ездим уже, вот старшая дочь, в Москву ездили, в Питер Как бы это очень интересно и полезно развивает Первое, наверное, это то, что был верный подход тренера Ее это, скорее всего, и, скажем так, зацепило к этому А потом просто желание быть первой Поставленная планка, быть первой Как бы она все время говорит о том, что я буду чемпион Я буду первая и хочет в дальнейшем тоже стать тренером Атмосфера на мероприятии была дружеской и легкой Но при этом царил спортивный соревновательный дух Всего в соревнованиях приняло участие 80 спортсменов Сегодня государству дает возможность молодежи не просто создавать свои проекты, но и воплощать их в жизнь Победы в конкурсах и гранты дают финансирование на воплощение мечты Но участвовать в грантовых конкурсах надо правильно Неверно заполнена графа, достаточно полная информация, непрощитанный бюджет и заявка отклоняются Эксперты по социальному проектированию приехали в Новошахтинск, чтобы помочь грамотно оформить заявку на грант Поэтому сегодня вы не только учитесь, вы имеете прекрасную возможность пообщаться Узнать для себя что-то новое, прояснить, ответить на волнующие вас вопросы И сделать еще и для себя какие-то открытия И в итоге подготовить новые интересные проекты, нацеленные, я считаю, только на одно На победу Корреспонденты программы «Детское время» Ярослава Кокина и Наталья Левдер Заинтересовались, как можно победить в грантовом конкурсе Реально ли получить грант и что для этого нужно? Совершенно точно реально И я сам трижды получал в грант Росмолодежи, я об этом говорил и успешно их реализовывал И очень большое количество ребят из Ростовской области каждый год за гранты получают и реализуют Причем самого разного возраста Это и в 14 лет даже дети, казалось бы, еще совсем школьники, то получают за гранты Да, они очень, может быть, они объемные, но тем не менее реализуют их успешно И до 35 лет И для того, чтобы получить за грант реально нужно просто хорошо его оформить Чтобы у вас была интересная идея и чтобы вы могли правильно заполнить все эти поля заявки Правильно свою идею, которая есть у вас, изложить на бумаге, скажем так И мы как раз таки с этим и помогаем, потому что очень много ребят, за которые что-то хотят сделать, изменить И это реально классная идея, но они не всегда понимают, как это описать И иногда кажется, что это сложно, что это получить каких-то средств Это большая ответственность, я такая, они к ней не готовы Вот мы как раз таки рассказываем и помогаем и написать проект, и потом его реализовывать Участниками встречи стали школьники из Шахт и Октябрьского района Моя цель это узнать как можно больше о грантах интересного Потому что я как член молодежной администрации, мне это очень пригодится, этот опыт, знания И в дальнейшем мы сможем применять эти знания в работе нашей команды Подскажи, ты сказала, что у тебя есть проект уже какой-то, на какую тему, какое направление? У меня есть проект молодежной администрации по направлению волонтерства Называется он «Общественная деятельность как образ жизни» Он направлен как раз на развитие волонтерской деятельности общественной в нашем городе Вот, частично в моей школе также Надеемся, что эта интересная встреча даст старт ее участникам для создания новых проектов Внимание, у нас прямое включение На связи наш корреспондент Лариса Георгиади Она проводит опрос среди школьников, какие у них планы на летние каникулы Лариса, вы в эфире Здравствуйте, Лена Ивановна Сейчас мы находимся в городском парке, и здесь очень много молодежи И сейчас мы проведем социальный опрос Как ребята хотят провести свое лето? Я планирую проводить свое лето, как обычно Вкрую друзей, буду гулять, ездить в поездки, путешествовать, проводить время с близкими Я планирую поехать на свою историческую родину А куда именно? Грузия Этим летом я планирую переехать в Ростов и начать учиться в Ростове Также я планирую погулять, этим летом отдохнуть Летом я буду ходить до репетитора, гулять, поеду с родителями на море А куда именно планируете с родителями поехать? Мы с родителями каждый год по традиции ездим в Крым На данный момент я являюсь ученицей, выпускницей 11 класса Поэтому лето обещает быть очень ярким и грандиозным Ведь у нас сейчас начинается пора школьных экзаменов Это очень волнительный момент Будете ли вы читать этим летом и сколько книг планируете? Конечно буду читать Планирую прочитать примерно три книги Таинственное происшествие в Стайлзе, Агата Кристи Преступление и наказание Федора Михайловича Достоевского Хочу перечитать И, пожалуй, Мастера Маргарита Булгакова Конечно планирую приблизительно 10 книг Но самая такая ярая книга Это, наверное, Гранатовый браслет и Мастера Маргарита Ревизор, Мертвые души, а также и другие произведения Мастера Маргарита, Война и мир Конечно планирую Курочку Рябу Шутка Лев Николаевич Толстой Война и мир Гранатовый браслет Ну знаете, очень хотелось бы прочитать Вот еще раз Преступление и наказание Оно произвело на меня большое впечатление Вот такие у ребят планы на лето Счастливых каникул! Лена Иван, вам слово Спасибо, Лариса Прекрасные планы на лето Пусть все одни осуществятся Наш выпуск подошел к концу Заканчивается и учебный год Мы желаем всем ученикам девятых и одиннадцатых классов успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ Реализовать свою мечту Выбрать достойную, а главное любимую профессию И всем хорошо отдохнуть этим летом Пока! До встречи в сентябре! У детского времени тоже каникулы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok